Здорово поклонники хардкорных аниме и манги! Не так давно нам тут попалась на глаза новость о том, что по достаточно популярной манге анонсировали аниме. Более того, уже даже трейлер сделали будоражащий. И мы подумали такие, самое время работать, несмотря на то, что и без ютуб канала дел выше крыши. Но, взяв себя в руки, возомнив себя эдакими японцами, что трудятся денно и ночно до короси, мы сделали это видео. Постарались в общем-то на славу, как нам кажется. И качественно, и информативно, и в целом по сути. Так что не поленись за такой подгон поставить лайки и подписаться. А то ведь из-за переработки изогнуться вовсе можем. Так, ну в общем-то сказал, что хотел. Можно и начинать. О чем будет аниме? Наверное, странно подобное слышать для тех, кто уже шерстил мангу не раз, да? Но, ребята, давайте учтем и мнение тех, кого просто заинтересовало данное видео. И он хочет посмотреть для себя какую-то новую годноту. Так что, немного уж расскажем о том, что там в манге за история. И вообще, в чем особенность жанра. Все-таки будем отходить от манги. Поскольку аниме в любом случае делается именно по ней. Итак, вот у нас есть парень по имени Дензи. Не то, чтобы совсем уж неудачник, но жизнь повернулась к нему самым мягким и вонючим местом. Но у Дензи есть мечта. Жить мирной и счастливой жизнью, проводя время с любимой девушкой. Хех, прям как у многих из нас. Однако, суровая реальность в лице некоего Якудзе заставляет парня вернуться с небес на землю. Ведь он вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с необъятными долгами покойного отца. Вместе со своим дьявольским питомцем Потита, которого используют в качестве оружия, Дензи готов сделать что угодно, даже за небольшую плату. Вскоре парень изжил свою полезность и был убит демоном, заключившим контракт с Якудзой. Но верный Потита спасает своего хозяина, заключив с ним контракт. Потита стал одним целым с умирающим Дензи, заменив ему сердце и подарив ему силы человека бензопилы. Теперь переродившиеся Дензи, получив умение превращать части своего тела в бензопилы, используют новообретенные способности, чтобы быстро и жестоко расправляться с врагами. Попав поднимание бюро общественной безопасности, парень получает работу охотника на демонов. Отныне, не страшась даже самых жестоких противников, Дензи не остановится ни перед чем, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Да, вот такое непростое аниме нас ожидает. Конечно, те, кто хоть немного ознакомились с мангой, могут добавить что-то от себя. Но когда я вообще знакомился с данной картиной и читал о чем она, мне казалось, будто бы авторы немного курнули. Все так запутанно и непонятно, но когда чуть прочитаешь и втянешься, начинаешь сопереживать героя и проживать что ли отдельную жизнь вместе с ним. Там нам показывается тонкая грация характеров и сильное переживание не только Дензи, но еще и бурные эмоции других главных героев. Аки Хаякавы, Макимы, Пауэра и, впрочем-то, многих других. Что ли, с живностью эта картина отдает, как и сам трейлер, к которому мы, конечно же, перейдем. Но, собственно, полагаю, я уже ответил на вопрос, что же нас ждет в аниме. Именно данная история, где крутой парниша Дензи будет околачивать туши монстров и показывать всем, кто настоящий мастер Хокута Шинкен. Разбор трейлера. Да, если уже кто-то смотрел трейлер и при этом перечитал мангу вдоль и поперек, то у него возникло много вопросов. Во-первых, откуда эта сцена с поцелуем? А сцена с пляжем? Ой, а был ли тот монстр в манге и так далее? Но все по порядку, лесятки. Начнем с того, что трейлер это не полное отражение аниме. Вот от слова совсем. Вспомните ситуации с опенингами первых сезонов Наруто. Та же ситуация. Просто зрителям иногда нужно завлечь чем-то сочненьким и красивеньким. Ведь именно так мы, масоны, можем управлять миром. Да, это было лишнее. Я пошутил, если что. Но сам трейлер нам как бы олицетворяет саму мангу. В самом начале ничего не понимаешь. А ближе к середине, как начинается что-то такое, от чего эпилептикам было бы весьма и весьма плохо. В общем, видим мы что-то вроде набора картин и видеофрагмента в начале, где фигурируют ключевые персонажи картины. Если кто-то не был знаком с мангой, то мог бы подумать, будто бы здесь нам будут показывать какую-то драму или романтическую историю. Ага, конечно. Похожий прием мы видели в официальном трейлере Старшей школы мертвецов. Хотя учтем, что уже сейчас трейлеров появилось много. И там уже черт ногу сломит. Ну да ладно. Сейчас-то мы о человеке-минзопиле говорим. И вот показываются нам до середины трейлера какие-то психологические вставочки, которые скорее уж нагоняют адреналин в крови. А затем начинается какой-то прям эпический кошмар для больных эпилепсией. Кровища, мясо, кишки, убийства, насилие и прочий трэш. Прям как в жизни. Хотя у кого как. Что примечательно, не я один заметил, что некоторых фрагментов не было в манге. Вот, к примеру, сцена с пляжем. Может я дурак слепой, а? Но вроде бы в манге такого не было. Но в трейлере аниме есть. Видно, что ГГ вместе со своими друзьями там неплохо проводит время. Еще есть загадочная цена с поцелуем в придачу. Тоже в манге этот момент упускается. Но может разработчик знает реально ее продолжение? И там будет какая-то такая картина? Значит ли это, что нас могут ждать дополнительные вставки в аниме? Определенно да и определенно нет. На этот счет у меня есть две теории. Первая, это просто сделали для красоты, чтобы поклонники манги подумали такие. Ого, вот это да! Вторая, да, нас ждут новые вставки, если авторы захотят сократить всю эту мангу в 12 серий аниме. Возможно, такой трюк тоже будет. В целом же монстры не сильно отличаются от тех, что встречались в манге. Только, возможно, выглядят они несколько здоровее и сильнее, что опять же для трейлера нормально. И кроме того, сам трейлер не особо информативен, как показалось многим. Он скорее уж выполнен динамично и экспрессивно, чтобы эффектами завлечь новых фанатов. Поэтому со смыслной точки зрения здесь разбирать особо и нечего. Поэтому будем надеяться только на то, что аниме будет таким же динамичным и ярким, как и сам трейлер. Когда ждать аниме? Официальных анонсов, увы, не было. Авторы ничего не говорили по поводу этого. Хотя есть от чего отталкиваться. Ну, знаете, когда выходят трейлеры, то аниме не заставляет себя долго ждать. Я тут порылся в интернете, чтобы поднять экспертное мнение, и говорят вот что. Обычно авторы смотрят на то, какая реакция будет на трейлер. Если многие будут писать кипятком и ждать, то постараются аниме выпустить быстро и качественно. Если же он, как говорится, уйдет в кашу, то ждать придется долго, ибо энтузиазма будет маловато у авторов. И, как сообщают некоторые источники, пока мангу оценивают 50 на 50. Кому-то нравится, а кому-то нет. Тем не менее, сам трейлер уже успел наделать шумы в интернете. И спустя только несколько месяцев авторы поймут, как вкладываться в само аниме. Потому вполне логичным будет поставить такие рамки. Один-два года, но не больше. На это указывает тот факт, что поклонники манги не будут ждать слишком долго. А если же аниме вообще не выпустят, то студию закидает дневными письмами, и она потеряет часть своих поклонников. Поэтому остановимся на 2022-2023 годах. Но опять же, я не претендую на истину последней инстанции. Просто учитывая экспертное мнение и логику расклада вещей. Выпуск новых аниме от студии Маппа. Так уж получилось, что на днях данной студии исполнилось 10 лет. В этом возрасте я наконец-то понял, что техник ниндзя, как у Наруто, в реальной жизни не существует. Но эксперты из этой студии к своим 10 годам куда умнее меня. И потому анонсировали еще два новых аниме, помимо самого парниша с бензопилами. А именно, фабрику иллюзий Алисы и Тересу. И Track of Destiny. Более того, даже запостили постер к финалу Атаки Титанов. Которые тоже было бы неплохо разобрать потом. К слову, ребята, если вас заинтересовало что-то, то можем взяться за разбор определенной картины. Вы маякните об этом в комментариях, если что. Мы же их читаем. А так-то, конечно, будем ждать и следить за новыми картинами. Ну и само собой, вы тоже об этом узнаете одними из самых первых. Ну я же обещал, что ролик будет информативным и интересным, так? Если нам получилось тебя заинтересовать, или же ты узнал что-то больше об аниме Человек-бензопила, то ставь палец вверх и подписывайся на канал. Все же это не первое и не последнее видео может быть по данному аниме. Ну и кроме того, ждите еще скоро много новых видосов. Одно особенное появится уже этим летом, и оно будет сильно отличаться от других. Такая вот интрига от меня. Эх, бывайте! Субтитры сделал DimaTorzok